Поэтому в данной ситуации получается парадоксальная вещь, что Южная Корея заинтересована в том, чтобы там была закрыта граница, чтобы Северная Корея её держала. При всех разговорах об объединении, но они не готовы. И они не могут быть готовы, вот чисто экономически. Хочешь умереть сразу или лучше помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Лучше помучиться, да. А вот я не верю в то, что Северная Корея может сделать что-то, кроме как попытаться выжить максимально долго. И я не верю, что Южная Корея не хочет объединения в принципе. Но и скорее всего силового варианта, о котором вот любят говорить, что вот, дескать, все сразу как накинутся и разорвут на части. Ну, конечно, никто не будет связываться, зачем это нам себе дороже. Я думаю, что то, что называется мягкая посадка, вот этот сценарий, предполагает, что этот режим будет потихоньку затухать в своей постели. Умрёт не так неожиданно, как Ким Чен Ир, а спокойно, да. После долгой тяжёлой болезни. Южные корейцы об этом думают примерно в таких терминах, что вот если, наконец, в Северной Корее произойдёт коллапс, да, то Южная Корея должна будет взять на себя ответственность за 23, 4, 5 миллионов соотечественников. Просто не сможет её не взять. Я совсем не уверен, кстати, что Китай, я очень с большим уважением отношусь к внешней политике Китая, не уверен, что Китай, китайское руководство захочет вмешаться вот в это дело, взяв на себя всю ответственность. Колоссальную ответственность. Продолжение следует...